Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать, что происходит в латвийской культуре? Гости в студии, дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь, как всегда, по пятницам программа Культ Просвет. Продолжаем наши попытки найти общее культурное и политическое пространство в столь разрозненном обществе, каким латвийское общество является уже на протяжении многих лет. Особенно, скажем, обострились эти политические темы и разлады в этом году. Март, май месяц, естественно, все проходит на фоне нападения России на Украину. Сегодня в гостях у нас будет фотохудожник Андрей Строкин. Здравствуй. И я сегодня констатировал, что мы не встречались уже более пяти лет. Последний раз Андрей был у меня в студии в рамках нашей программы осенью 2017 года. Время действительно скачет галопом. Но я уверен, что сегодня мы сможем оглянуться назад, посмотреть, что происходит в латвийском обществе. И на этот раз это не будут политические или комментарии философов и культурологов. На этот раз у нас будут совсем другие инструменты. И, возможно, совсем другой взгляд. Это будет взгляд фотохудожника, который реальность воспринимает, таковы уже законы жанра, через призму своего объектива. Это тоже очень интересное, по моему мнению, такое культурологическое путешествие по пространству, по лицам, объектам и городскому ландшафту. Сегодня, уважаемые радиослушатели, как впрочем и всегда, вы являетесь неотъемлемой частью нашей программы. Наша беседа без вас, в принципе, не имеет смысла. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, комментируйте, слушайте сегодняшнюю беседу и оставляйте свои комментарии по номерам следующих телефонов. 6-7-2-1-2-9-3-9 и 6-7-2-1-3-9-3-9. Ваши размышления можете также посылать нам и в письменной форме, на номер в WhatsApp и в формате SMS. Номер 206191. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копеин, сегодня обеспечивает техническую часть нашей беседы. Итак, прошло около 6 лет, как мы встречались здесь и обсуждали, насколько я помню, предстоящее твое участие в Первой Рижской биеннале, твой проект, а также то, каким образом... Я помню, что это был довольно теоретический разговор на тему того, как реальность преображается как раз через объектив восприятия. Этому посвящены теоретические тексты, скажем, Европа XX века рефлексировала на эту тему. Многие немецкие, французские ученые, искусствоведы, критики анализировали то, что происходит с человеком, с его восприятием, когда за ним наблюдает объектив фотохудожника. На этот раз, я думаю, мы могли бы максимально политизировать все твои инструменты, с которыми ты бродишь по городу и воспринимаешь человеческое пространство, ну и, естественно, пространство города. Скажи, пожалуйста, если мы говорим о том, как давно и насколько регулярно ты посещаешь те пространства города, которые, скажем, максимально политизированы, они наполнены политическим содержанием, нередко это конфликтное содержание, что происходит за последние 10 лет? Видишь ли ты, скажем, какие-то изменения, динамику? О этом годе поговорим позже и отдельно, потому что, мне кажется, это по-настоящему особая ситуация, ситуация обострения. Напомню, что на прошлой неделе в беседе с философом Игорем Губенко мы говорили о том, что происходило 9 и 10 мая, как о всплеске, о всплеске политических настроений, радикализма и так далее, и так далее. 10 лет? Да, ну, может даже больше, но явно я очень давно хожу в эти места, где происходят такие или иные шествия. И, ну, это не связано только с 9 и 10 маем, это тоже и 16 марта, и любые большие праздники и мероприятия. Это отчасти моя профессиональная деятельность, работа, отчасти просто интерес наблюдения за социумом. И, конечно, 9 и 10 мая, ну, 9 мая конкретно, это уже традиция. Каждый год я хожу и документирую все, что происходит. Ты упомянул слово «любопытство». Да, отдельная область – это твоя профессиональная деятельность. Но ведь в основе этой деятельности лежит именно любопытство. А помнишь ли ты, каковы основные мотивации наблюдать за людьми с помощью фотоаппарата? Ведь можно просто бродить как фланер по городу, можно сидеть на скамейке, слушать, можно невольно подслушать что-то в транспорте, но ты совершаешь эти наблюдения с помощью техники, которая фиксирует. Почему у тебя возник интерес к подобным наблюдениям? И как давно? Может быть, ты помнишь какой-то толчок, импульс? Ну, я не вспомню этот момент, как это произошло. Но если он присутствует, значит, ты можешь его каким-то образом схватить. Там есть два элемента. Один элемент – это, что мне хочется самому пережить момент присутствия на каком-то мероприятии. То есть не по телевизору увидеть уже отредактированное, интерпретированное переживание. Самому пережить это и увидеть своими глазами. Ну и второе – это уже чисто визуальная часть, как скадрировать, как найти момент какой-то. Хорошо. Если первой мотивацией является желание присутствия, то ведь это присутствие не всегда является приятным эмоционально, потому что ты попадаешь вдруг интенсивно в среду, которая накалена, которая неважно по какому событию. Ты прав, я понимаю, что у тебя довольно широкий спектр или список мероприятий. Это и 16 марта, и 9 мая наши традиционные темы разломов и трещин. Это, я полагаю, что еще и прайд, наверное, тоже как нечто максимально политизированное. Может быть… Я думаю, у нас довольно мало социальных демонстраций, потому что социальная политика латвийского общества не интересует. То, что с нами происходит, нас не интересует. Нас интересует, как бы не позволить другому существовать в публичном пространстве. Поэтому мой следующий вопрос как раз связан с тем, чего тебе стоит попадать в эти пространства. Ведь это эмоционально должно быть довольно токсично. И ты все-таки идешь туда. Токсично иногда, токсично иногда не очень. Со временем привыкаешь. Ну, тот же прайд позволил мне с освещением времени по-другому посмотреть на людей с одной стороны и с другой. Ну, тот же 9 мая, в том числе, позволил мне для себя, может, как-то лучше понять маленькую частицу русскости, которая во мне тоже присутствует. Но я от этого всегда отстранялся. Я себя не считаю ни латышом, ни русским. По национальности я поляк. И вот я, ну, как бы так со стороны наблюдаю. Но, как бы, вот эта тема интеграции меня всегда удручала. И я всегда пытался, как бы, найти какие-то моменты соприкосновения и, может, какой-то реальной интеграции, которая, к сожалению, так и не случилась. И мы в этом году увидели примерно результат. До чего мы докатились. Да. Ты смог, как только что помянул, благодаря вот этому нахождению в пространстве с объективом, попытался понять часть русской культуры, которая есть в тебе. Если ты её понял, что способствовало? Хорошо, наблюдение как таковое, да? Я правильно понимаю, что когда ты наблюдаешь, ты максимально стараешься быть вне групп, то есть ты над ними внутри, но в то же время, как бы... Скажи, а является ли объектив таким образом некоторой такой загородкой, может быть, некоторым плащом-невидимкой, да? Да. Ну, иногда я перехожу в эти грани и общаюсь тоже. Ну, это очень зависит от ситуации. Возвращаясь к той самой русской идентичности, если ты её понял, ты можешь её разложить на какие-то компоненты, на составные части? Что она из себя представляет здесь, Влад? Потому что я вижу всё больше и больше в фразах более или менее умеренных политиков появляются, скажем, комментарии на тему «Мы не знаем, кто они, мы не знаем, что с ним происходит». Один из советников президента в области госбезопасности упомянул как раз то, что мы не понимаем, что происходит в твоих головах. Я думаю, что это массовое явление непонимания. Ты только что упомянул, что ты понял. Можешь поделиться? Ну, понял условно. Да, это всегда будет твоё личное. Может быть, разно. Ну, тут просто как бы на таких мероприятиях всегда присутствуются очень такие, ну, как бы, полярные мнения, да, это как бы националисты латыши и русские, вот, которые не согласны, да, середины очень мало, вот, к которой бы хотелось прикоснуться, да. То есть я, наверное, больше понял про них, про людей, которые не хотят себя ассоциировать с Латвией, и им легче себя ассоциировать с большой, огромной страной, империей, Россией. Вот здесь в Латвии у них жизнь, может, не удалась, но вот там есть большая страна, которая вершит судьбы народов. И каковы твои наблюдения, каково их отношение к этой стране, что они проецируют на неё? Они проецируют свои неудачи жизненные на страну, в которой они, возможно, родились, но на страну, в которой они живут. Вот, то есть это так, сидят на двух стульях, то есть живут в Латвии, в Европе, а ментально находятся в России. То есть мы можем утверждать, что это люди-неудачники? Ну, может быть, я бы не хотел так резко утверждать, но та часть, которая вот как бы ярые противники, так сказать, демократии, которые за войну в Украине, их немного, слава Богу, таких ярых, но они есть. О них мы ещё поговорим, но я бы хотел всё-таки немного вернуться к, может быть, к некоторой культурологии объектива. Когда ты находишься в пространстве, за которым наблюдаешь, чувствуешь ли ты, что это пространство влияет на тебя самого? Влияет именно с точки зрения того, что ты всё-таки с помощью объектива, а это технический аппарат, и в то же время это твой выбор. Иными словами, эстетические воззрения соединяются с техническими аспектами. В этот момент ты ведь так или иначе создаёшь ту реальность, в которой ты находишься. То есть это твоя собственная версия. Как ты это делаешь? Позволь нам заглянуть в твою мастерскую. В принципе, все так делают, но это как бы селективный отбор по каким-то визуальным признакам. Это тоже зависит от задачи, если я работаю на какое-то издание, например, репортаж — это такой конкретный жанр, в котором есть свои какие-то законы и линии, по которым надо двигаться вперёд. А когда я работаю сам на себя, тогда я себе позволяю не снимать главные, самые яркие моменты, просто субъективно, находясь, может, даже где-то на периферии того, что происходит, субъективно, визуально вот это документировать. Ещё один вопрос из той же области, скажем, философия фотографии. Когда ты путешествуешь с объективом вот в этой человеческой массе, допустим, ведь мероприятия всегда шумные, там люди толкаются, личного пространства, может быть, почти нет, ты каким-то образом создаёшь некоторое введение, некоторую вертюру к тому, что ты, скажем, ведь тебя очень легко заметить с большой, сложной техникой. То есть фотографа всегда можно отличить. И таким образом получается, что ты в какой-то момент как бы рассказываешь всем, кто ты, так или иначе, через акт фотографирования. А у тебя есть к этому какие-то технические моменты, допустим, нахождение в пространстве, во времени, когда ты готовишься к этому процессу или готовишь окружающих к тому, чтобы они привыкли к тебе? Или ты просто приходишь, и вот, всё происходит? Ну, примерно так, прихожу и действую по ситуации. Ну, во-первых, люди привыкли, что у всех есть камеры, большие, маленькие, всё снимается, у всех есть телефоны. Конечно, часто задают вопросы, почему вы меня снимаете, давайте удалите этот снимок и тот снимок, особенно в этом году было такое. Но я довольно резко на такие вопросы отвечаю. Мы находимся в публичном пространстве, и тут никаких претензий быть не может. Я даже не пытаюсь как-то себя скрывать. Я всегда всё-таки деликатно нахожусь на какой-то дистанции, но я не скрываю свою камеру. Когда меня спрашивают, для кого я снимаю, я всегда пытаюсь объяснить. Если у меня есть какая-то конкретная задача, то я говорю, что я из такого-такого издания или просто для себя снимаю. Хорошо, а может быть из твоей коллекции какие были самые бурные или запоминающиеся реакции на то, что ты находишься вот в толпе с объективом? Именно с объективом? Да, ну, иными словами, что они знают, что ты их фиксируешь, что ты фотографируешь, что ты ищешь объективом лица. Самое яркое, наверное, было, когда я ещё работал в агентстве, я снимал Пасху в Ригес-катедрале. И, ну, в принципе, я всех операторов и фотографов знал на тот момент. И там один из операторов, которые снимали трансляцию, он находился на таком педестале небольшом, примерно 20-30 сантиметров. И я спросил, могу ли я встать на это повышение и просто поснимать чуть-чуть сверху процессию, как заходит священник со всей церемонии. И вот я встал, начал снимать, священник входит и кричит на всю на всю катедра, на весь собор, кто этот фотограф, как он посмел, назвал меня грешником и так далее. И вот полный зал, 10 тысяч человек, не знаю, бабушки, дедушки, да, смотрят на меня. Ну, хотелось просто провалиться под землю, мне обязательно надо было сделать репортаж. Ну, это, наверное, такой самый яркий момент. Хорошо. Может быть, вернемся к тому, что ты посещаешь подобные события, митинги, протесты, марши, шествия уже более 10 лет. Если мы говорим о том, что в последнее время действительно очень актуально вопрос памятника советским воинам, вопрос о его сносе, все дебаты, касаемые советского прошлого, в этом году, 9 мая, было действительно очень острым. И все, что происходило 10-го, тоже как бы это было продолжение истории. За эти 10 лет ты можешь, я не знаю, каким-то образом описать динамику того, что происходит с участниками, допустим, событий 9 мая именно с точки зрения фотографа? У тебя появляются ощущения какой-то хронологии, каких-то изменений, динамики, каких-то движений? Мне кажется, вот все изменения, они не касаются каких-то визуальных элементов. Ну, да, в этом году и во время ковида были ограждения везде, много полиции и так далее, но изменения наступили очень резко сразу после вступления, после начала войны с Украиной, вот, и вдруг как бы оказались в такой пропасть, где одни стоят с одной стороны, другие с другой, и, конечно же, визуально в этом году нельзя было использовать символику, которая позволялась в предыдущие года. Да, но это все больше про разговоры, какие-то такие невизуальные моменты. Иными словами, никаких резких визуальных изменений ты не обнаружил? Ну, кроме ограждений и невозможности возложить цветы самим. А люди, объекты твоего объектива, они каким-то образом меняли свое восприятие этого памятника или ограждений, или какая-то, допустим, коммуникация с тобой? Ну, коммуникация со мной, да, была. Я имел неосторожность на рюкзак повесить ленточку с украинским флагом. И почему-то для большинства это показалось оскорбительным, и каждый второй человек меня обзывал и называл провокатором. Ну, это как бы такие самые мягкие слова в мой адрес были. Никогда такой ситуации не было до этого. например, один парень просто подошел и сказал, что он сейчас не сломает камеру, например, вот так, просто мимо прошел и сказал, вот сейчас я тебе камеру сломаю. Ну, то есть, агрессия, она, это тоже, как бы, это не визуально, но это просто в воздухе там. Ты как-то реагировал на эти угрозы? Конечно, в этом году я не взрывался, я просто тоже, к сожалению, ну, как бы, упал на тот же уровень и отвечал очень, как бы, экспрессивно и некоторых призвал уехать обратно в Россию и так далее. то есть, это как бы на эмоциях. То есть, ты заметил, что тебя это волна гнева и вот это очень острое восприятие 9 мая тоже как-то захлестнул, ты скажешь, ты там опустился на уровень, то есть, не сдержался, как будто бы это некоторая ошибка с твоей стороны, да? Да, скорее всего, мне надо было остаться таким отдаленным, устраненным, возможно, это бы мне помогло лучше, найти лучшие кадры и так далее, но я вступал в дискуссию и ну, просто не мог сдержаться. А почему не мог? Потому что меня лично задевали. Ты потом рефлексировал на эту тему, когда вернулся, допустим, с мероприятия? И к какому выводу ты пришел? Я понял, что ты как бы ты злился потом на себя за то, что ты злился там, да? Но ты пытался найти какие-то причины, почему в этом году ты, наблюдатель, с опытом, со стажем не смог сдержаться. Что в этом воздухе было особо ядовито? Нет, именно то, что ко мне подходили, именно меня задевали за то, что я напялил флаг Украины. 10 мая, да, ты помнишь, что там один юноша с флагом России выступал, да, и после этого я увидел девушку с украинским флагом. Оказалось, что это такая маленькая компания молодежная была, которые как студенты приехали из Украины незадолго до войны. И на них начали как бы не то, чтобы наезжать, но их упрекать в том, что они как так, почему они тут с флагом находятся, и вот вы законов не знаете, того не знаете, этого не знаете. Ну, я просто вступил в дискуссию. вот. Андрей, у нас есть звонок радиослушателя после долгого молчания, примем его на день, пожалуйста, наушники. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Добрый день, вот вопрос к вашему гостю. Поскольку вы наблюдали вот эти события 9 мая, вот ваше впечатление, здесь последнее время, ну, выступающие, что вот при сносе памятника, что это для многих он важен, важен по другим там, ну, причинам, то есть в честь память второй, ну, в упавшей второй мировой войне, а вот сейчас вот даже оказывается, что большинство тех, кто туда ходит, это все-таки люди, вот действительно, которые только физически здесь в Латвии находятся, а остальное у них дорого, что в России, они поддерживают и агрессию вот эту российскую, и все другое, но не только латвийское, и Украина им тоже как камень в горле. А каков ваш вопрос? Ну, вопрос в том, что вот какое его впечатление вашего гостя, те, которые в памятник уходят, большинство действительно, которые хотят чтить память Пауши, или фактически показывать, я, поскольку здесь его рядом, да, ну, мне есть свои сутнение насчет слова, это долго, или просто показывать браваду с этим российские флаги, георгиевские ленточки, к чему, какое отношение вообще георгиевская лента имеет к Второй мировой войне. Спасибо большое за ваш вопрос, очень интересный вопрос, скорее тоже вопрос наблюдателя, потому что, если я правильно понял, то наша радиослушательница живет недалеко от этого пространства. Ты можешь каким-то образом описать те группы, которые там присутствуют? Вот кто-то с российским флагом, радиослушательница упомянула слово бравада, но она упомянула также, что возможно там есть кто-то, кто чтит память усопших во время Второй мировой войны. Тебе удается каким-то образом создать некоторую социологию тех, кого ты фотографируешь? Ты их как-то можешь обрамить? Нет, нет, не могу. Конечно, на таком видном месте все вот эти с флагами, с ленточками и так далее. То есть, это как бы на первом плане и все остальное просто не видно. Конечно, есть люди, которые просто возлагают цветы, но мне кажется в контексте того, что попросили людей не приходить и в контексте того, что сейчас идет война в Украине, то как бы сейчас почитать усопших, в принципе в любой семье, у нас есть бабушка, дедушка, который участвовал так или иначе в войне, и мы все их любим, и так или иначе вспоминаем, но это можно делать и в другом месте. Я был в шоке, что некоторые пришедшие к памятнику считают, что там кто-то захоронен, и как так, их не пускают к усопшим возложить цветы. То есть это очень интересное явление. Это означает, что у них нет личной связи с усопшими, возможно, в этом латвийском пространстве просто отсутствуют те кости, о которых можно прийти, о которых можно вспомнить и поговорить. И получается, что этот памятник является как бы вот таким сосудом памяти, где в воображении, не в физическом мире, а в воображении захоронены множество людей, которым просто некуда и нет возможности прийти. В этой связи вопрос люди исполняют какие-то ритуалы памяти именно в беседе с усопшими, или же там все-таки больше всего политики, или скажем какой-то радикальной пены. Что ты видишь там? Я вижу, что людей научили ходить к памятнику и потихоньку капая пропаганду их приучили к тому, что 9 мая праздник победы это самый главный праздник и потихоньку этот праздник превратился в праздник войны. И на праздник войны, а не праздник окончания войны. Для меня шоком оказалось то, что в этом году очень много молодежи радикально агрессивно настроенные. Мне почему-то казалось, что это старшее поколение, люди, которые жили в Советском Союзе, которые смотрят телевизор с утра до вечера. остались жить в Советском Союзе. А тут люди, которые родились с телефоном, они тоже находятся по ту сторону окопов. А как ты думаешь, что вдруг привело их туда в этом году? Разница в 365 дней. И ты, мне кажется, сегодня уже не раз упоминала о радикальных изменениях именно в этом году. Что стало причиной того, что эти молодые ребята, полностью владеющие соцсетями и всевозможными цифровыми технологиями, вдруг пришли туда и нырнули в это пространство памяти. Как это объяснить? Представь, что ты своеобразный археолог, и ты рассказываешь нам о свидетельствах того, что вдруг обнаружил совсем другие объекты. Ведь для твоей камеры они объекты. Это все только следствие того, что интеграция была не или ее не было, или это было просто как-то как такая ширма. Мы интегрируем, но на самом деле не интегрируем. И мы видим, что интеграция не случилась, и выросло новое поколение, которое не я не знаю, сколько таких людей молодежи, какой процент, но такие люди есть, и это удивляет. Давай попробуем размышлять дальше. Может быть, этим людям чего-то не хватает? Ну, конечно, опять возвращаемся к тому, что так или иначе они не обустроились, не нашли свое место в жизни. 17-18-летние, которые, по идее, учились здесь, в школе, живут в местной культуре, у них наверняка множество друзей, знакомых, приятелей, и городское пространство тоже их, это пространство. Это все идет из семьи, в том числе, если их семья воспитывала в таком духе. По-твоему, они могут унаследовать? Ну, получается так, да. А во внешнем мире, допустим, в политическом пространстве, видишь ли ты там какие-то дефициты и ошибки, которые могут толкнуть этих ребят, выйти из дома и вот быть там? Мы можем задать тогда, наверное, такой очень, скажем, вопрос, еретический такой. А может быть, они имеют в демократическом обществе право вспоминать так, как они хотят? Конечно, они могут вспоминать, как они хотят, и я даже не имею ничего против, что люди приходят и возлагают цветы, но, к сожалению, многие из них не приходят туда с целью вспомянуть усопших, они приходят с целью показать, что мы можем повторить. Вот мы сильные, вот мы русские, мы вам покажем. То есть, это политическая сцена для, такой вот фитнес-зал для, скажем, Один раз в году можно показать, что вот мы силы, мы можем. Один раз в году. Не маловато ли для гражданского общества? Ну, то есть, как вопрос, а что происходит остальные 364 дня? Социальные сети, телевизор. И тогда получается, что вот это, скажем, в какой-то степени часть меньшинственных групп тогда остальное время года не видна. То есть, это такой ежегодный парад. Ну, визуально, да, да, да. Я думаю, даже если бы я с человеком просто общался на улице, да, на другие темы, может, я бы даже не узнал, какой он, как бы, как он себя проявляет 9 мая, да, то есть, какие у него политические взгляды и так далее. Для меня было шоком. Я, например, во время ковида очень много работал в кино как фотограф, вот, и мы работали над одним русским сериалом, в котором была часть команды русская, часть латышская и украинцы. Это 3-4 человека с украины женщины были, вот, и началась война и вся украинская часть приехала в Латвию. И после войны началась переписка между теми, кто участвовал в этом проекте, да, и вот некоторые из России из команды, да, они начали, оказалось, что это огромная пропасть, то есть, они считают, что вот так и надо, мы воюем с Америкой, да, вот вы на стороне НАТО, а мы... А, то есть, получается, что война, в принципе, идет физически на территории Украины, но ментально с Америкой. Ну, не все так однозначно, ну, как бы эти клише... Нет, но если мы посмотрим, допустим, российские выпуски новостей, туда, там видно, что мировое зло и источники воят Америка. Причем, это уже довольно давно происходит еще, задолго до 24 февраля. Ну, факт в том, что мы просто прекрасно общались на проекте, работали вместе, у нас были какие-то общие темы, там, девушка, мейкапер, шоу, из Украины, она учила рисовать оператора, да, вот, а потом оказалось, что между ними огромная пропасть. Они не смогли, как бы, обойти эту войну, и они приняли... Ну, для украинцев эта ситуация... Да, здесь это как бы неизбежно, на них напали, но я имею в виду, в самой твоей команде, в команде этого проекта не удалось удержаться от конфликта. Ну, все закончилось с тем, что просто люди сейчас не общаются между собой. Потому что ведь не оператор напал на гримершу. Не гримерша... Ну, не то, чтобы напал, просто оказалось, что... То есть они как будто бы и не участвуют в этой войне. И получается, что они все-таки участвуют в ней. То есть их как бы затянуло. В оставшиеся несколько минут я хотел бы с тобой поговорить на тему того, а что делать дальше? Ну, вот, принято решение о сносе памятника. Сейчас время от времени появляются, опять же, увы, не из, скажем, политических рядов, мысли о том, что нужно это сделать гуманно, и нужно это сделать так, чтобы все-таки не задеть память многих людей. Что должно было бы быть в этом пространстве дальше? Вот в следующем году, 9 мая, ты куда отправишься? Не знаю, это зависит от ситуации. Но мне кажется, что время дипломатии прошло, мы сами в своей стране должны решить эти вопросы и не бояться мнения России по этому поводу. Нет, отставим все геополитические аспекты, и мы все равно туда не проникнем, это будет за закрытыми дверями, и там всеми, или в Министерстве иностранных дел. Туда мы проникнуть не можем, и повлиять тоже на это не можем. Такая, как у нас есть политическая культура, такая и есть. Но, а как тебе кажется, как фотографу, для которого ландшафт Риги изменится навсегда? Не будет больше этой вертикали. Посмотрим, я не знаю, что произойдет, я точно буду это документировать, но я не знаю, во что это вылится. А что бы ты хотел видеть на этом месте? В принципе, не важно, не важно. Я, как бы, за то, чтобы сохранить вот эту боль, как бы, пространство, пространство, да, в каком-то виде, нашу неоднозначную историю, ее не надо стирать, потому что, как бы... Ну, в какой степени, скажем, демонтаж памятника есть, частично стереть? Ну, вопрос, как бы, взорвать его полностью или разобрать по частям и как-то, не знаю, отправить в Россию или оставить у нас и так далее. Ну, я не знаю. Ну, ясно, что он не останется на том же месте, где стоит сейчас, вот сегодня в 12 часов. Я надеюсь, что нет, да. А что могло бы возникнуть на этом месте? И нужно ли чему-то появиться там? На этом месте, я думаю, что нет. Я думаю, что та часть радикальная, которая за войну, она найдет другое место. и, к сожалению, как бы, памятник не решит эти проблемы социальные, которые у нас есть. И, ну, мы опять возвращаемся к интеграции, как этих людей включить в наш, в латвийский дискурс вообще, то есть вернуть их обратно. Мы совсем недавно отключили пропаганду, но вот, как бы, результат пропаганды виден налицо. Он длительный, да. Да. Что ж, тогда посмотрим, как твой объектив будет вести себя в следующем году, в какие пространства он попадет и что сможет зафиксировать в пространстве, которое изменится после войны памяти. Так или иначе, наша беседа, конечно же, на эту тему не заканчивается. Мы продолжим ее в следующих выпусках. Сегодня в гостях у нас был фотохудожник Андрей Строкин, и он размышлял на тему латвийской политики интеграции и того, как воспринимается он и его объектив в такие дни, как 9 мая или 16 марта. Мой коллега, звукорежиссер Евгений Копейн обеспечил сегодня техническую сторону нашего эфира. Я благодарю нашу радиослушательницу за звонок, и мы вернемся в студию через неделю. Спасибо и до свидания. Радио Болткома Радио Болткома Редактор субтитров А.Семкин